К другим новостям. Завершается календарный год. Правительство подводит итоги выполнения социальных программ. Об обеспечении жильем некоторых категорий граждан говорили сегодня на совещании, которое провел глава республики Михаил Игнатьев. Дети-сироты, ветераны войны, молодые, многодетные семьи, эти и другие люди имеют право на получение жилья либо бесплатно, либо на льготных условиях. В целом социальные программы в республике выполняются. К примеру, только в этом году 757 ветеранов Великой Отечественной получили жилье. Еще трое оформляют документы. Всего же с начала действия программы улучшили жилищные условия более 5400 человек. Довольно успешно обеспечиваются жильем и молодые семьи. Обеспечение жильем молодых семей осуществляется с 2010 по 2012 годы. И государственную поддержку получили порядка 1470 молодых семей на сумму более 720 миллионов рублей. В 2013 году на эти цели предусмотрено 390 миллионов рублей. Из них 120 миллионов федеральных средств, 210 миллионов республиканских, 60 миллионов средства местных бюджетов и муниципальных образований. Государственная поддержка будет оказана 714 молодым семьям, которые получили в этом году свидетельство о праве на получение социальных выплат. 111 молодых семей уже реализовали данные свидетельства, получив поддержку на общую сумму 54 миллиона рублей. Но из каждого правила есть исключения. Известны случаи, когда обстоятельствами непреодолимой силы становятся подрядчики. В Урнарском районе жилье для детей-сирот не построено, и взыскать с фирмы-застройщика нечего, не состоятелен. Глава республики потребовал в каждом таком случае активнее работать с правоохранительными органами и впредь аннулировать результаты конкурсов или аукционов на размещение госзаказа, если победителем становится недобросовестный подрядчик. На совещании обсудили подготовку к 9-му межрегиональному форуму «Стратегия практика успешного бизнеса», посвященному Всемирному дню качества и Европейской неделе качества. Традиционно форум проходит два дня и включает в себя пленарную часть, рабочую часть, посещение промышленных предприятий республики. Участники тоже уже определились. Пленарная часть у нас, в частности, принимают такие организации, как это Японская школа менеджмента, это представитель Российской академии естественных наук, это Международный сертифицированный орган ТЮФ Интернешнл, Институт качества жизни, немецкий орган по сертификату ДКС и другие. Также планируется проведение деловых игр, обучающих семинаров, круглых столов. Елена Гальперин, Александр Петров, Республика.